Микс Ньюс В Граде Обречённом есть эпизод, который они называют «Тьма египетская». В общем-то, это ветхозаветная история, когда Бог послал Кару на египтян. Но вот насколько всё-таки те истории, которые мы воспринимаем через Библию, через какие-то книги, являются подтверждёнными? Потому что откуда, в общем-то, это появилось? Есть ли доказательства того, что «Тьма египетская» действительно была? Нет, доказательств нет. На самом деле, библейская история, конечно, к Египту относится очень опосредованно. Ну, я напомню, например, что только в XIII веке до новой эры, то есть для Египта это уже такое начало медленного заката, в египетских текстах впервые упоминается народ Израиля именно как племенное образование, как народ, ещё не государство. Понятно, что древняя идея, она находилась между великими колоссальными культурами, там Египет, там Вавилон, Хетское царство. То есть она была вокруг обложена вот этими гигантскими колоссами древней культуры, и она многое брала из разных источников. Ну, вот такой пример, я думаю, что многие слышали про знаменитого египетского фараона и религиозного реформатора Эхнатона. Который за полторы тысячи лет до христианства, единобожия. Да, до новой эры. Это было на самом деле не совсем единобожие, это такая распространённая, на самом деле, небольшая ошибка. Он выделял несколько форм солнечного бога, да, и считал себя единственным посредником между миром земным и миром небесным. Но он, при тому же, ещё был очень талантливым поэтом, он написал сам гимн богу Атону, вот своему этому богу зримого солнечного диска. Он же здесь переводится как «полезный для Атона», если я ошибаюсь. Да, «полезный для Атона» или «действенный дух Атона», да. И вот, ну, в 106-м Псаломе, например, библейском, ну, это прямая цитата многих фрагментов гимна Эхнатона. По учению Соломоновы, они очень сильно восходят к знаменитому египетскому тексту мудрости писами Немопы, который тоже куда более древний. А подтверждения археологического, текстуального событиям книги «Исход» в Египте нет. И здесь, с одной стороны, ну, Египту можно доверять, потому что они были невероятно педантичными, да. И египетский писец записывает хроники с невероятными подробностями. И здесь есть в ней идеологии как упоминание событий, которые были проблемными для Египта, так и, наоборот, то, чем восхваляли себя фараоны, да. Ну, и потом, здесь очень много моментов, ну, например, основные события книги «Исход», они ассоциируются с эпохой Рамсеса Великого, потому что евдеи строят два города, Питом и Рамсес. Рамсес – это, первое, Рамсес – это в северо-восточной дельте Египта, огромная столица этого времени. Но при этом рассказывается, что задолго до этого был Иосиф и вся вот эта вот история про божественного Иосифа. А если внимательно посмотреть библейский текст, то имена тех персонажей, которые Иосифа окружают, они очень поздние, это где-то VI-IV век до Новой эры. Напомню, Рамсес Великий – XIII век, да, то есть здесь анахронизмы, здесь какие-то странные заимствования отдельных текстов, которые показались иудеем интересными. В Египте во многих городах были иудейские большие общины, они вполне органично вливались в местное общество в I тысячелетии до Новой эры. То есть, скорее, библейский текст – это такой дайджест некого впечатления иудейского народа от Египта, и там реалии, какие-то события, они были перемешаны совершенно мифологическими сюжетами. Ну и потом здесь ещё тот момент, что народов малых вокруг Египта было очень много, и понятно, что те события, которые для малого народа могли иметь колоссальное значение национального выживания, для огромной египетской державы, которая была рядом, они могли быть малозначительными. Ну и ещё очень важный момент, ну, например, ещё археологи, которые работали в Египте в 50-х годах, то есть до строительства Садляли, высотной Исланской плотины, они описывали, что когда начнётся поводок Нила, в какой-то момент в Нил впадают воды реки Адбара, которая течёт через железные рудники, и Нил становится красным, как кровь, и два дня из него нельзя пить воду. То есть, всё можно объяснить. Да, это всё можно объяснить, и вот это, соответственно, это явление, оно закончилось только в 60-х годах, да, ну и вот эта ржавая вода, она вполне вот в таком смысле в этом контексте, в библейском контексте выдавалась за кровь. То есть, здесь много очень забавных таких аллюзий, каких-то моментов, которые были в нужном идеологическом контексте восприняты библейской культурой. Но, тем не менее, если мы говорим об Эхнатоне, которую называют фараоном-реформатором, религиозным реформатором, всё-таки можно ли говорить, что в какой-то степени он повлиял и каким-то образом мог повлиять на формирование христианства? Я думаю, что очень опосредованно возможно. Дело в том, что мы очень часто представляем себе Египет как классическую страну многобожия. На самом деле, египетская религия – это очень сложное явление. В религоведении есть такой термин генотеизм. Что это значит? Они одновременно почитали единое предвечно непознаваемое божество, которое в процессе творения Вселенной распадается на миллионы богов. И все миллионы богов в совокупности, они как части тела этого божества. Да, то есть это и не монотеизм, и не политеизм. Это очень сложное, очень многомерное религиозное учение. Поэтому, скажем так, для египтян представление о едином боге, оно не было чем-то удивительным. Другое дело, что Эхнатон в своей религиозной реформе, вот он выбрал эту форму солнца, а то он зримый солнечный диск, он объявил себя единственным любимым сыном. И почему это не монотеизм, не монотеизм? Потому что и другие формы солнечного бога почитались, и отдельные божества. Супруга Эхнатона, великая Нефертити, которая все любит и знает, она же ведь тоже почиталась как земное воплощение богини Тифнут, гневной формы богини-матери. Нефертити знает даже больше, чем это. Да, и вот тот синий парик, который у нее на голове, это парик гневной формы богини-матери, которая попирает зло для того, чтобы и сэфет, ложь или кривда была попрана, а мат, истинный миропорядок устаржествовали. То есть, явление достаточно сложное, но представьте себе, что ведь такая достаточно страшная вещь Эхнатон запретил египтянам, в принципе, лично обращаться к божеству, к божествам. То есть, вместо традиционных религиозных изображений в домах ставили стелы, на которых изображался Эхнатон, Нефертити и их дочери. Он объявил себя единственным посредником для молитвы, и он приказывал молиться ему, чтобы он передал на небо о делах земных. Так это культ личности, по сути. Это культ личности, культ очень жесткий. У этого культа была высокая цена, потому что на шестом году правления он оставляет столицу своих предков Фивы и основывает новую свою столицу, город Ахитотон, горизонт солнечного диска. И, знаете, с одной стороны, вот даже можно посмотреть, поискать в интернете великолепные английские, американские реконструкции, роскошный город солнца, который строили вот эти шесть лет. Туда взрослые деревья привозили в катках и сажали в ямы, вырубленные в скальном грунте. И вот дворцы, инкрустации, росписи, полы в виде зарослей тростника, росписи, по которым ходили ноги нефертити, вот это все очень красиво. А, с другой стороны, больше шести тысяч погибших в строителей, в некрополе, который был далеко от города в скалах. И если на строительстве пирамид, например, задолго до этого, в основном погибали от травм, то там люди истощенные, измученные, ну, погибшие от просто невероятного труда. То есть это рабство. Это рабство, и это страшная цена города солнца. Есть великолепный британский египтолог, доктор Барри Кемп, он вот непосредственно сейчас работает в нынешней археологической зоне Эля Марна, это вот древний город Ахитатон. И вот он впервые нашел этот некрополь строителей царского города и показал, какой была цена солнечной мечты их, на то на нефертити, их окружение. А что была цена жизни среднестатистического египтянина и фараона? Очень сложно, очень зависит от социального статуса человека. Ну, конечно, жили они много меньше, то есть 35 лет, 40 лет, это весьма поживший человек. Исключения были, но они были для египтян удивительны. Например, Рамсес Великий, он царствовал 67 лет, 67-й год последний, и ушел в свою гробницу в долине царей 90-летним старцем. Это же про него говорили о том, что думали, что он никогда не умрет. Да, конечно. То есть представьте себе, что три поколения египтян выросли при одном царе, при одном фараоне. Для них это было очень сложно. Он не случайно был обожествлен, как живая форма солнечного диска. А с другой стороны, очень сложное устройство египетского государства, очень бюрократического, очень непростого, очень восточного по своему укладу, оно показывало то, что песец жил хорошо и, наверное, достаточно успешно проживал свои вот эти 40 с лишним лет. Песцы по учениях смеялись над военными, называли их ослами, которые несут поклажу свою на спине, свои во время похода своего. Да, но есть одна вещь, про которую я очень люблю рассказывать. В Египте был фантастический социальный лифт. То есть храм, храмовая община отслеживал талантливых мальчиков в семьях, которые жили неподалеку. И если сын богатого человека носил подарки учителю в школе, он, по сути, плату, то бедный ребенок мог учиться бесплатно. И мы об этом знаем из биографии великих людей. То есть социальная программа работала. Да. Великие архитекторы, великие визиры, какие-то очень известные люди. Ну, я думаю, что вот кто из туристов бывал в луксорском храме бога Омона, это такая классика египетской архитектуры, построил ее великий зодчий Минхотеп Синхапу. Он был выходцем из очень бедной семьи. И все эти люди в своих биографиях говорят, что я был бедный, мой отец ходил за валом, мой старший брат был пахарь, но храм заметил меня, и мой талант, и меня был возвышен, и меня учили. И я стал тем, кем я стал. Вот это совершенно фантастическая машина, которая позволяла Египту создавать ту интеллектуальную элиту, которая рождала науку, а наука была очень серьезной, от астрономии до медицины, искусство. Это любые другие вот эти сферы, которые важны для культурного наследия. И еще один очень маленький момент, но важный. Вся египетская культурная память строится на почитании имени. И мы имен художников, архитекторов, зодчих, каких-то людей науки, врачей от Древнего Египта знаем больше, чем от всего античного мира вместе взятого. То есть, специалисты ценились? Да, чрезвычайно ценились. Мы знаем, например, эскульптора Тутмоса, который был создателем Бюста Нефертити. Мы знаем зодчего Химиуну, который строил пирамиду Хуфу. Мы знаем великих мудрецов, например, Имхатеп, это такой основатель египетской традиции мудрости, который был создателем календаря в 365 дней, который был жрецом солнца. Но он еще для своего царя Нечерехета, которого в поздней традиции прозвали Джосером, построил первоегипетскую ступенчатую пирамиду в некрополе Саккара. И вот здесь временные рамки совершенно фантастические, потому что, я приведу этот пример, он очень забавный. Жил Имхатеп и строил он первоегипетскую пирамиду в 27 веке до новой эры. А последнее упоминание его культа – это первый век новой эры. То есть, это серьезность? 28 веков, 2800 лет культа человека, которого почитали как отца основателя традиции. И когда писец, неважно какой, начинал любой текст писать, он брал тростниковый калам, кисточку разжеванным концом, опускал воду и сбрасывал первую каплю воды, как память возлияния, как память великого Имхатепа, от которого есть пошла земля египетская, египетская мудрость. То есть, это продолжалось 28 столетий? 28 столетий. Это не укладывается в голове современного европейского человека. Мы живем в большом ритме, у нас слишком быстро все меняется. А вот они очень ценили тех людей, которые в их культуру и в их пространство привносили нечто гениальное, нечто новое. И вот начиная с Имхатепа, раз где-то в несколько веков появляется какая-то очень интересная личность, и Египет хвалит эту личность, хранит это имя, воспевает. И на этом строится отчасти вообще национальная культура, на традиции мудрости гениальных людей, которые что-то абсолютно новое привнесли внутрь культуры. Ну, традиция все-таки фараоны, если говорить таким простым языком, откуда они появились? То есть, что стало предпосылкой появления этой формы проблемы? Ну, мы должны понимать, что прежде чем появилось египетское государство на рубеже 31-30 века до новой эры, все четвертое тысячелетие до новой эры, это медленное сложение египетской государственности. Ниоткуда не появились с неба взятые пирамиды, ниоткуда не появились просто так иероглифы. Изначально на территории Египта, на территории Нильской долины было большое количество небольших протогосударств, которые боролись друг с другом. Они позже стали, когда уже государство появится провинциями, где-то к 31 веку до новой эры складывается, вот уже нам привычный нашему слуху, верхний и нижний Египет. То есть, нижний – это дельта, все, что от нынешнего Каира, столицы на север. Ну и Верхний Египет – это долина, от Асуана до Каира современного. Верхний Египет завоевывает нижний, в собрании египетского музея в Каире есть хрестоматийный памятник, так называемая палетка Нормера, огромная плита из шифера исландца, на которой царь в короне Верхнего Египта побивает владыку Нижнего Египта, своего противника. И замеренный единый Египет – это главные условия счастья страны. Очень часто на изображениях царей, на их престоле, сбоку, на троне, есть изображения двух геральдических растений – лилии и папируса. Папирус – Нижний Египет, лилия – Верхний Египет, и они переплетены вокруг трахеи с легкими, потому что благодаря объединению двух земель Египет дышит и тем самым живет. Потому что дыхание для них – это то, что определяет жизнь, ну, логично, чай эн анг – дыхание жизни – это то, что дают боги, то, что получает царь, то, что получают живые египтяне. И без объединенной страны, без счастливой родины, такое понятие у них тоже было, жизни не будет. Здесь можно говорить о неком истечении обстоятельств, которые привели к формированию такого интеллектуального государства, можно так сказать. Потому что древний Египет – это была такая передовая, в общем-то… Передовая, безусловно. Есть, по сути, две великие современные культуры – это Египет и Шумер на территории Ирака. Это все классические цивилизации долин рек. Чуть-чуть позже появятся цивилизации долины Инда и, соответственно, первые протокитайские цивилизации. То есть, это стечение людей к берегу реки, медленное формирование общества, когда охотник медленно становится все-таки земледельцем. Появление городов, всегда на Древнем Востоке город – это центр культуры, а центр культуры города – это храм. И когда раз в год мир разливался, как мы знаем, до строительства, опять же, Санской плотины, то Египет превращался в такую африканскую Венецию. И на холмах стояли вот эти гигантские храмовые комплексы, которые были божественными подворьями. И здесь есть одна очень интересная вещь. Был такой термин в египетском языке – ниути – бог моего города. Потому что египтянин, он, ну, вообще, поехать за границу по нужде такое бывало – это кошмар, это ужас. Еще самая страшная судьба – это умереть за пределами родины. Дословное представление о родине – хенума – это утроба. Вот это утроба этой Нильской долины. И даже внутри этой утробы, вот, если я родился в городе Фивы, то бог Омон, он мой нюти, и я в тени бога. В тени бога – это значит, в него покровительство. И надо себя искать в своем городе. Есть удивительные тексты, когда, например, в XIII веке до новой эры, это тут как раз эпоха Рамсесова Великого, один царский архитектор получил приглашение поехать на север. И он очень долго сомневался, и ему мучила совесть, что он покинет свои Фивы. И он пошел в храм богини Хадхор, она богиня неба любви, и она еще богиня оракульная, она предсказательница. И он уснул в храме, и она явилась ему, и заговорилась с ним, и сказала, что твоя судьба в твоем городе, и все будет здесь, хорошо, не уезжай, останься. И он остался, и он получил невероятную должность от царя в постечении неких обстоятельств. И для него это было так важно, что в его гробнице целая стена была занята эрглифическим текстом с этим рассказом. Он остался в своем городе, в своей стране. Отчасти это тоже очень важная часть древнеегипетской национальной культуры. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Египтолог Виктор Солкин у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эта программа «Встретились, поговорили». В гостях у меня сегодня Виктор Солкин, российский египтолог. Виктор, здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Телефон на прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, задавайте свои вопросы, звоните из-за рубежа код плюс 371. Еще интересный момент. Это несмотря на то, что, как мы знаем, на Востоке женщина всегда была дискриминируема, Египет в этом смысле, как мне кажется, пошел дальше всех. Потому что, как минимум, четыре женщины-фараона. Самая известная – это Хаджипсут, которая, как свидетельствуют легенды, приклеивала голову, и от которой отказался собственный сын, который не хотел, чтобы знали, что женщина была фараоном. Или это все-таки не совсем соответственно? Вы знаете как? Ну, действительно, женщина в древнеегипетской культуре, она занимала очень высокое место, не сопоставимое с другими цивилизациями древнего Ближнего Востока. Женщина имела право на развод, имела право на собственное завещание, имела право на образование. И все это отчасти восходило к тому, что в египетской религии культ богини-матери занимал очень большое место. Отсюда идет проекция на простую египтянку. Что касается Хаджипсута, да, имя переводится как «первая среди почтенных дам», это самый яркий пример женщины-фараона, 22 года успешного управления. Были и другие, но обычно женщина приходила нелегально, приходила на престол в период смуты. Хаджипсут, нет, это золотой век Египта, и когда ее муж тут на второй рану умирает, то она дочь знаменитого царя и вдова тоже знаменитого царя, она не допустила к престолу, собственно, пасынка, который был рожден одной из дам женского дома ее мужа. И здесь, вы знаете, насколько это уместно? Это такая просвещенная древняя монархия, потому что роскошное храмовое строительство, я думаю, что туристы восхищают ее грандиозные обелиски в храме бога Омона в Карнаке, в главном национальном святилище, на этом восточный берег Нилова-Луксория. На западном это ее знаменитый храм Джессер Джессеру, священнейшие священных, ее знаменитая экспедиция военно-торговая в Пунт, это территория древнего Сомали, где произрастали ладаны мира, этот главный благовонний египетского храма. Ее морские корабли, флот каботажный, правда, у берега, он доплыл туда, вернулся, привез огромное количество даров тропической Африки, и целые деревья в катках с корнями, мировые ладановые деревья, были посажены перед ее белоснежными террасами храма. И текст говорит о том, что царица встречала в триумфе свой флот, вернувшись с подарками, натертая золотым маслом, то есть это золото растиралось в масле, и она была подобна звезде юга, когда она стояла на вершине своего храмового комплекса и принимала вот эти невероятные дары. То есть это такая красивая имиджевая история. Это имиджевая история, она очень имиджевая дама, обелиски ведь тоже не так просто поставились в Карнаке, потому что традиционно жречество, которое бога Омона, которое в это время верифицировало власть фараона, она заигрывала со жречеством. Карнакский храм никогда до этого не получал таких подарков, начиная от золотых приношений, завершая обелисками. Египетская религия запрещала единоличное правление женщины. Считалось, что женщина не полностью проводит божественную энергию, если так очень просто, в отличие от мужчины. Она действительно приклеивала бороду, она часто надевала мужские головные уборы. Но вы знаете, один из главных шедевров собрания Музея Метрополита в Нью-Йорке, это прижизненная статуя Хаджипсут, сделанная из марморизованного розового известняка. Она стояла, эта статуя в ее святилище, посвященная ее заупокойному культу. И вот там врать было нельзя, потому что иначе, условно, душа не узнает свою статую. И эта женщина, там показана грудь, там показаны очень мягкие пластичные формы. Да, у нее мужской головной убор, роскошные менделевидные глаза, улыбка. И, наверное, одна из самых ярких историй женских в Древнем Востоке. Ну, я позволю себе абсолютно непрофессиональную вещь, но я сравню. Это такая древнеегипетская Екатерина Великая. Вот если сравнить с русской историей. Про эффективность. Про эффективность, по тому, как она занималась культурой. И, вы знаете, один раз, судя по всему, она сходила на войну далеко на юге, на территории современного Судана, в местности Хагар-эль-Мерва. Есть стеллы о победном триумфе Хаджипсут, которая туда сходила. Ну, вот она один раз сходила, после этого она всегда забыла про войну, ее тяготы, и дальше храмы, ладановые сады, святилища, отдельные храмы богини Хадхор, богини любви. Хоть и изображала на себя мужчину, но почитала-то она богинь. И вот сейчас мы в египтологии часто привлекаем данные естественных наук. Это очень здорово. Мумия Хаджипсут была идентифицирована благодаря анализу ДНК в 2010 году. И печальная картина, тяжелейшее онкологическое заболевание. То есть, у нее был рак. Да, у нее был рак, у нее огромный опухоль в поясничной области. Вот она ушла в иной мир тяжело. И к власти вернулся тот самый пасынок, которого она отстранила от престола. Тут мы с третей. Знаменитый египетский полковойцы-завоеватель, который за свое управление завевал 367 иностранных городов. То есть, парень долго сидел ниже престола, потом он дорвался до власти. Но, с другой стороны, тоже, вы знаете, тоже ведь какая-то такая просвещенность, потому что во все походы с ним ходил его личный летописец Чанини. Папирс был хрупким, поэтому он с собой носил кожаные свитки. И он записывал все истории, связанные с царем. И отдельно зарисовывались все растения и животные, которые были за пределами долины Нила, неизвестные египтянам. И в том же Карнакском храме по соседству с Абелисками была сделана комната так называемого ботанического сада, где было все изображено. Вот этот гербарий, этот тонко, изящно, египтяне превосходные анималисты. Ну и все-таки, понимая, что есть женщина-хадшепсуд, а есть фараон Мааткара, она такое имя взяла во время своего единоличного управления, памятники, где она была изображена в морском обличье, уничтожались. И здесь такая была насмешка истории, потому что по приказу Тутмоса Третьего грандиозные обелиски царицы в Карнаке были обложены кладкой, снести нельзя. Там изображение бога Омона и так далее. Их обложили кладкой, и в итоге в храме их не было видно, а сверху, если издалека смотреть на храм, золотые верхушки, все это было обито золотом, они виднелись. И вот обелиски самого Тутмоса Третьего не сохранились, а благодаря тому, что он обложил ее обелиски камнем, эта каменная оболочка их защитила. И один упал, но его все равно можно посмотреть в Карнаке, а второй стоит, это один из самых воскитительных обелисков египетского искусства. То есть история все расставила по своим местам. Да, 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 и Тутмос помог ей, как ни странно, сохраниться в истории вечности, о чем она мечтала. И в надписи на одном из обелисков есть очень красивый текст, я буквально вот две строчки скажу. «Мечется сердце мое», — говорит Хаджипсу, — «туда и обратно, думая, что же скажут люди времен грядущих, те, кто памятники мои увидит спустя века и годы, будут они говорить, обсуждать и так далее. Текст очень красивый, большой, но представим себе XV век до новой эры, роскошную, очень просвещенную, очень умную женщину на престоле в мужском главном уборе, которая думает о том, что будет в будущем, и говорит о том, что мечется ее сердце. Что-то такое очень человеческое, понятное и очень глубокое, мне кажется. Но тема смерти, тема вписать себя в историю, то есть она, в общем-то, сильно волновала фараонов? Или это от случая к случаю? Нет, это вообще один из базовых пластов египетской культуры, потому что Рен — имя, это одна из самых почитаемых частей вообще человеческой сущности, и задача любой ценой имя свое оставить на земле, и желательно благим каким-то способом, в текстах, в поучениях все это есть. И, конечно, царь, помимо того, что там оставался его личный заупокойный храм, какие-то памятники, царь старался в национальном святилище поставить колоссы, обелиски, колонны и дворы, кто что мог, чтобы вот такой угодной жертвой Богу оставить себя, как они говорили, в вечности и бесконечности. У них две вот такие категории времени. При этом ничто не мешало царю одному узурпировать памятники другого, таких примеров очень много. Но в поучениях есть такой потрясающий текст поучения Герклеопольского царя, сына своего Мерикария. Это два царя эпохи Смуты. И отец говорит сыну, что не бери, не отламывай от памятника своего предка, добывай камни в каменоломе, ибо угодно это Божьему сердцу. И здесь это не только говорит об узурпации, а потому что, ну ведь кто-то другой также может захватить твое имя. То есть не делай другому то, что не хочешь, чтобы сделали тебе. И когда вы идете, даже не обязательно царские памятники, вы идете по некрополю, гробнице, неважно, что это, гробницы Мастаба, в виде усеченных пирамид в Гизе, рядом с великими пирамидами, или скальные гробницы, у входа всегда надписи, кто это был, титулы, должности, изображение какое-то. И вот эта классическая для древнего Египта просьба, то есть прочитай для меня жертвенную формулу, которая содержит мое имя. Дальше цитата. «Ведь для тебя это дуновение уст, а для меня это жизнь вечная». То есть, да, там в том мире, если душа будет оправдана на загробную суде богов, там ждет рай, поля зеленого тростника, там ждет исконный дом на подоконнике, которого, говорит, лампа в знак того, что человека там всегда ждали. Но вот эта связь с землей, она не прерывается. И пока имя помнит, пока имя восхваляемо, пока потомки или просто чужие люди пришли вот в эту гробницу, прочитали тексты и восхитились жизненной историей этого человека, он там счастлив, он там нужен, его имя не уничтожено, а живет. То есть, его благополучие там подпитывается. Конечно. Но с другой стороны, да, потомки, да, они, поддерживая имя, совершая жертвоприношения какие-то в память о предках, они кормят тот мир, да, и кормят имя, да. А с другой стороны, источник жизненной силы живых, он идет от усопших предков. И в египетян было такое понятие, «ка» – это жизненная сила человека, «ка» исходит из мира предков. И если вот эта связь между миром нашим и миром иным не прервана, то, соответственно, семья счастлива, благополучное потомство, потому что потомство можно получить только благодаря вот этой жизненной силе, которая пришла из мира иного. У них другое ощущение грани смерти. Есть понятие «ахау» – это многомиллионный срок существования человеческой сущности. Человек состоит из девяти сущностей, это очень сложные всякие такие категории. Но мир богов, мир предков, он близок. И в Египте был, например, такой целый жанр, называется «письма мертвым», ничего страшного в этом нет. Это чаши, в которых наливался какой-то напиток, любой, приноходили в некрополь, выливали там, на чаши писали тексты. Вот, например, у женщины умер первый ребенок, у нее уже другая семья, взрослые дети, у детей какие-то проблемы. Она приходит в некрополь, поминает имя своего первого ребенка, говорит, ну ты ведь умер так рано, ты чистый сердцем, ты наверняка обласкан там богами. Сделай, помоги, вот это, 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 это. Если ты это сделаешь, то я поставлю, мне будет очень сложно, но я поставлю тебе новый хороший памятник некрополе. Если ты получишь, получишь вот эту мою записку, написанную на чашке, в знак того, что ты получил, приснись, я пойму, что ты услышал мою молитву. Пространство сна – это вообще отдельная категория, на то, что между живыми, между вечно живыми, у них нет мертвых, у них живые, вечно живые, это разные, вот у них другая совершенно смерть. Ну и потом, наверное, самый главный короткий образ, есть восточный берег Нилы, это берег живых, есть западный берег, это берег вечной жизни, берег умерших для нас, а река на переправу через реку – это символ смерти. А смерть – это всегда просто этап перехода в следующее состояние, и как человек на лодке переправляется с одного берега на другой, так и человек в духовном мире для них, он из жизни вечной, просто через смерть, жизни обычной, земной, важной для них, перейдёт через переправу смерти, и в случае, если он праведник, обретёт жизнь вечную. То есть можно ли сказать, что, например, в фильме «На крыльях славы», где такая концепция, что умирает человек, и в зависимости, там такая идея, он живёт в отеле после смерти, в зависимости от того, сколько людей помнят и вспоминают его при жизни, он живёт в хорошем номере, в очень хорошем номере, или, в общем, опускается куда-то на голову. Это египетская история. Отчасти да, но здесь всё равно есть такая точная мера жизни. На загробном суде, на гигантских весах, которые стоят перед джаджатом, перед небесным судом богов, взвешивается сердце умершего, на другой чашке весов струсиная перома от богини истины. И если сердце тяжелее истины, то это грешник. В Египте нет ада, вообще нет концепции ада. Его сущность пожирается демоном-чудовищем, но одна единственная составляющая, такая божественная единица, ах, она всё равно остаётся, человек неуничтожим. Но только грешник будет пребывать в небытии, в темноте, во мраке, до нового цикла сотворения Вселенной. А праведник, если он оправдан, то он получит от этих поля зелёного тростника, свой родной дом, встречу со своими близкими. Но там всё равно придётся работать, потому что там всё равно все пашут на золотых полях Бога. Знаете, если сравнивать, то есть, например, в буддизме нирвана, такая мечта покоя, пустоты и вот такого пустого гармоничного счастья. А в Египте талон – это правильно трудящийся на благо человек. То есть, это благодарная и неблагодарная работа, по сути. Да, совершенно верно. Хотя, конечно, они понимали, что там тоже хочется отдохнуть, поэтому появляется во втором тысячелетии до новой эры такой жанр предмета, как у шепти, в переводе с древнеегипетского. Это ответчик, все в музее их видят, множество фигурок в виде забальзамированного тела. Это как бы слуги за душу умершего в ином мире, которые по призыву души умершего будут за него работать на полях, и алу на полях зелёного тростника, пока он будет прохлаждаться. То есть, там тоже есть свои гастарбайтеры? Там тоже есть свои гастарбайтеры. Причём на каждые 10 гастарбайтеров один фаянсовый, деревянный или каменный управляющий. Что с кошками? Потому что кошка ведь признана таким мистическим животным. Как раз от Египта, именно египтская традиция, возвела её в культ, может быть, даже. Сейчас мы воспринимаем кошку как что-то инопланетное практически. Это да. Действительно, кошка – это одно из самых любимых священных животных египтян. Она была посвящена Бастетт, богине радости, пляски, веселью, сексуальности, женственности и деторождения. То есть, плодовитость она тоже здесь есть. В Дельце Нила, это приблизительно полтора часа езды на поезде от Каира на северо-восток, есть современный город Загазик. Он построен на месте древнего города Бубастиса. Первый Бастетт, дом богини Бастетт. Там руины гигантского святилища. Вы знаете как? Здесь, с одной стороны, очень красивая легенда о том, что кошка – это есть лучшее воплощение женского характера. Она в любой момент может превратиться в женщину, а в любой момент может превратиться в львицу. Это форма между женщиной и львицей. И кошка опасна, на самом деле. С другой стороны, она воплощает в собой и милосердие, и радость. И мы все любим в египетских экспозициях музеев великолепные бронзовые статуты кошек. Мало кто знает, что это реликварии. Они полые в основном внутри. И в них вкладывался фрагмент мумии священной кошки. И вот такую жертву гиптянин подносил в храм для того, чтобы тонкая сущность мумии, вот этой забальзамированной кошки, его молитву передала к ушам великой богини. Вокруг культа Бастетт был грандиозный праздник. У Геродота есть описание, что многотысячные толпы на ладьях плыли в этот священный город, шутили, смеялись. Порой скабрезно, порой дамы поднимали свое одеяние, порой какие-то были эротические шутки, потому что это не считалось чем-то созорным. Это все на тему продолжения рода. Ну, с другой стороны, еще одна деталь, эта история печальная, потому что, когда в XIX веке европейцы стали покупать очень охотно бронзовые фигурки кошек, то за ними началась охота. И в XIX столетии великий Эдуард Навиль, археолог швейцарский, который работал как раз в Бубастисе, он говорил, что руины храма были покрыты горами белых костей, потому что разрывали некрополь с мумиями священных кошек в поиске этих статуэток. Ну и Европа сама не сильно отличалась от этого, потому что Европа перевозила мумии священных животных и перемалывала их на удобрения. И первая партия мумий священных кошек, от которых остался один экспонат в Музее археологии Питера и в Лондоне, 19 тонн. Все это перемолото было и положено на английские поля. Вот такой абсолютно невероятный вандализм, который, к счастью, вовремя был остановлен. Ну и вот сейчас все музеи своими такими изображениями богини гордятся. Ну и, конечно, это один из таких символов эталонной красоты. И отчасти, наверное, до мистики, потому что кошка еще воспринималась в Египте как великая хранительница переходованные пространства. Она хранительница пространства сна, она один из хранителей ворот иного мира. То есть это такое очень амбивалентное, очень двойственное существо, которое было, конечно, самым любимым животным древних египетян в доме. Собаку не любили. Собака была дворовым животным. А дома кошка, обезьяна. И сильно вас удивлю, гусь. Гусь. Да, священная белая птица. Она птица солнца. Она одна из форм творения мира. И вот гусь дома, такой холеный гусь. Это очень любимая забава древних египетян. То есть совершенно другие животные, которые обитали в доме. Собака все-таки это дворовое животное для них. На ваш взгляд, как формировался культ отдельных исторических персонажей? Мы говорим уже не только о фараонах. Например, упоминали уже Нефертити, которая известна, наверное, можно так говорить, своего мужа Эхнатона. Но культ Нефертити, он до сих пор очень силен. Ну, все-таки это тот культ, это уже гиптомания. И этот культ идет от невероятного впечатления, оставленного образом. 6 декабря 1912 года… То есть это уже 20 век. Да. Великого германского археолога Людвига Борхарта позвали на раскоп. Это дата, когда был найден скульптурный портрет Нефертити в синем парике. Были известны до этого и другие изображения Нефертити. Она действительно настолько впечатляет, она настолько хороша, что она сразу стала легендой. Немцы ее нелегально вывезли. В Берлин был страшный скандал, и этот скандал длится до сих пор. Но вы знаете, что? Вот в каких-то таких образах, которые идут сквозь время и сквозь тысячелетия, есть одна очень важная вещь. В свое время выдающийся востоковед и английский журналист Леонард Коттерл сказала очень хорошую вещь, что секрет Нефертити в ее абсолютно актуальности. Что если вы себе представите даму в черном коктейльном платье от Гуччи, которая с лицом Нефертити в высоком синем парике войдет на прием, несмотря на то, что это эталон искусства XIV века до Новой эры, она будет воспринята абсолютно как актуальное искусство, она будет красива с точки зрения нас. А теперь смотрите, с точки зрения вкуса древних египтян, великолепно, с точки зрения людей начала XX века, модерн, вот все это пространство изящества и вплетенного в европейскую культуру Востока, очень красиво, спроси сегодня практически любого, Нефертити невероятно хороша и собирает толпы поклонников в отдельном зале Берлинского музея. То есть это красота вне времени. Это феномен личности, феномен Нефертити, или это феномен все-таки культуры Египта? Это феномен, с одной стороны, культуры Египта и его искусства, а с другой стороны, это феномен конкретного скульптора Тутмоса, в мастерской которого был найден Бюст, который создал такой образ своей царицы, который прошел сквозь века. То есть это феномен таланта. Потому что, поверьте мне, было большое количество очень красивых египетских цариц, во многих музеях мира есть фантастические скульптурные портреты, но вот здесь она стала легендой, как только она была найдена. И Борхард пообещал огромные деньги тому человеку, кто на раскопе найдет инкрустацию одного глаза. Вы знаете, наверное, что у него инкрустирован только один глаз, кварцем и черным деревом. Второго глаза никогда не было, потому что Бюст Нефертити, он создан на основе маски, снятой с лица царицы. И сквозь Тотмос делал идеальную модель, потому что царица не могла позировать всем мастерам царского дома, и старший мастер, хвалимый фараоном, как гласит титул Тотмоса. Он сделал идеальный портрет царицы, с которого делали свои изображения другие мастера. И здесь есть еще одна очень интересная вещь. Несколько лет тому назад, бывший директор Египетского музея в Берлине, великий Дитрих Вилдинг, он засунул на Нефертити в томограф. И выяснилась одна очень интересная вещь. Памятник был практически готов, его уже начали расписывать. А я напомню, что Нефертити сделана из известняка, обложена толстым слоем гипса, и по гипсу уже сделана вся скульптура. И вот роспись уже идет, и вдруг роспись остановлена, и дополнительным слоем гипса убираются небольшие морщинки вокруг глаз, убирается горбинка на носу. То есть пластическая хирургия здесь. Она видела свой скульптурный портрет. Понятно, что царица утверждала свой главный скульптурный портрет. И мать шестерых дочерей, уже в достаточно сознательном для египтянки возрасте, она заказала такой, говоря современным языком, скульптурный лифтинг собственного лица. Она хотела остаться более молодой, естественно, как любая другая женщина, более совершенной. Этот мейкап такой был сделан. После этого была сделана уже эта роспись, которую мы видим на памятнике Берлинского музея. Это тоже к вопросу о том, насколько современные технологии помогают нам заглянуть внутрь. Внутрь памятника, внутрь судеб. И совершенно по-другому увидеть вот даже историю скульптурного памятника. Увидеть такое человеческое желание царицы быть моложе, быть свершенней, быть красивей. Когда массовая культура использует какие-то египетские образы, именно египетских фараонов, это, на ваш взгляд, идет на пользу, в принципе? Потому что есть такое, ну, очень популярное мнение, что не все классические музыканты любят, когда, например, классические произведения делают современные аранжировки. К чему я задаю этот вопрос? Например, о Тататхамоне многие узнали из песни Вячеслава Бутусова. Правда, всегда одна. Это сказал фараон. Он был очень умен, и поэтому его звали Тататхамон. Это хорошая история, когда так узнают об этом. Очень зависит от того, как интерпретирован образ. Потому что, с одной стороны, есть совершенно великий фильм «Фараон» Ежи Ковалеровича, я думаю, что многие его видели. Это один из тех фильмов, которые стали началом карьеры Барбары Брыльской. Вот это фильм «Реконструкция». То есть там древний Египет такой, какой он был, и глядя на изображение, на фигуру главного героя, можно сказать, откуда его браслет, откуда ожерель, где хранятся оригиналы. Это очень тщательная работа. С другой стороны, есть достаточно глупые фильмы, как серия американских мумий, с ядовитыми скоробеями, не знаю, что все это происходит. Да, наверное, это способно увлечь подростка, тоже неплохо, наверное, но это сильно потраченное время. Есть потрясающие совершенно образы Египта в архитектуре XX века. Это очень много брал модерн. Вот я сегодня гулял по Риге, в той части города, где юген стиль, и там фантастические царские египетские головы над подъездами с большим искусством сделаны, то есть такое вовлечение Египта в пространство современной культуры. Ну, а есть какие-то, наверное, прежде всего голливудские, не очень удачные образы. И, кстати, вот, например, я очень не люблю Клеопатру с Элизабет Тейлор, потому что это такая псевдо-египетская золотая матрёшка, при всём моём уважении к актрисе. Вопрос не к ней, вопрос к художникам постановщикам. Да, там Тейлор уже вытесняет Клеопатру. Да, там больше Тейлор, чем Клеопатру, а так каждый раз, вы знаете, задумываешься, вот у меня в моей истории совершенно забавная случилась ситуация. Я стал прототипом одного из героев романа Пелевина, последней его книги «Искусство тонких касаний». И когда мне только ленивый не позвонил, сказал, что там известный египтолог Солкинд, который там хранитель такой тайного знания каких-то вот древних историй, я с ужасом стал читать книгу, потому что каждый раз, когда идёт какая-то интерпретация, ты думаешь, ну вот в каком контексте тебя написали, да? Ну, слава богу, там всё хорошо, спасибо. А мы с Пелевиным не встречались? А мы не встречались с Пелевиным, вот это сюрприз с его стороны, и образ такой комплиментарный, то есть там такой дед-хранитель священного знания, знающий тайны имена богов, мне, в принципе, понравился образ, но я скорее был готов даже сначала, наверное, к какой-то дурной шутке, вот потому что Египет достаточно сложно передаётся в современной культуре неопошленно, вот я честно скажу, потому что берётся золото, берутся скоробеи, берутся мумии, конечно же, которые надо распилинать, да, это одно, а с другой стороны, что есть великая культура невероятно красивого искусства, очень глубоких смыслов, и редко удаётся вот хотя бы часть благородства вот этого египетского стиля передать. Вы приехали в Ригу для того, чтобы выступить. Да, я первый раз в Риге, да, я в восторге от города, 27 и 28 числа, вот совсем скоро, я читаю две публичные лекции в галерее Рига, первая лекция будет посвящена истории и современным реалиям археологии в Египте, это не только великие шедевры, но и судьбы археологов, и вот реалии того, как находят памятники в Египте, а вторая лекция в воскресенье, это как раз Нефертити, не только история шедевра, но и история судьбы самой царицы, благо мы об этом знаем очень много. Точно так же, как и об истории, много расскажу самого памятника, который чудом спасли американские войска после войны, потому что она лежала в каменоломнях под бременом обложенной минами, то есть искусство хрупко, и оно тяжело переживать все эти тысячелетия. Вот суббота, воскресенье, 28-29-е, я с удовольствием в час дня всех жду, кто захочет, милости прошу, будучи рад повидаться лично. Приходите, Виктор Солкин был гостем программы «Встретились, поговорили» на радиоболтком, эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Толтарев. Всего доброго и до свидания. Всего доброго.